Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Выглядит она очень круто Мне нравится Девушки отдыхают Действительно на картинках Как скелет Я смотрю как скелет выглядит Все здесь пока что учтено Приблизить не могу Но пока так все видно Сейчас здесь появилась картинка Я бы хотел рассказать Немного об этой рыбе Это кистеперая рыба Дивонского периода являлась второй по размеру рыбой самой крупной кистеперой имелось ввиду более крупной был Ризодус вроде он жил в каменноугольный период то есть после генерии достигал уже 7 метров наша же генерия достигала в длину от 4 до 5 метров и могла весить около 2 тонн обитала она там в каких нибудь водоемах то есть она не в открытом океане обитала в каких либо водоемах реках, озерах где то так в мутных водах в основном чтобы как бы добыча ее не могла заметить вот у нее является кистеперой рыбы у нее наблюдаются примитивные легкие что ли то есть не просто жабры а уже наличие примитивных легких с помощью которых она могла дышать атмосферным кислородом когда в мутных водах содержание кислорода снижалась она могла дышать атмосферным воздухом то есть вот ну и в случае если водоем пересыхал а в диване такое случалось она с помощью своих мясистых сильных плавников передвигалась из одного водоема в другой переползала то есть как телень свою тушу переносила вот ну также возможно она является рыбой титроподом то есть которые рыбы которые дали начало амфибиям то есть от таких рыб произошли амфибии но в генерии уже жила в то время то есть во времена генерии то есть где-то 37 миллионов лет назад уже были амфибии то есть генерия прямым предком не является она является просто рыба титроподом которая рот рыб который еще пока что не вымер в тегонском периоде была кровожадным хищником и если вы хотите увидеть ее в движении или что такое посмотрите bbc прогулки с монстрами вот так ну а теперь я хочу удалиться на проведение эволюции после чего мы посмотрим как разработчики окрасили нашу генерию на 11 уровне так что никуда не приключаемся я вернусь через мгновение ну что ж вот я провел эволюции генерии нам сообщили как раз то что я рассказывал вам при первой эволюции какие у нее сильные плавники и все дела ну для затравки могу добавить что была она найдена в 1968 году в сша штат пенсильвания около города хайнер честь которого она собственно получил название генерия ну или хайнерия как она произносится так ну значит у нашей рыбки появились пятнышки чтобы их лучше рассмотреть нужно откормить нашу рыбину пока она очень напоминает конечно щуку современную а среди своих доисторических предков напоминает и стеноптероны эти рыбы были очень похожи в стеноптероны генерии только генерия была по сути больше размером и какие-то возможно внутренние различия потому что внешне они выглядят почти идентично близкородственные рода животных получается так ну что ж вот так будет наша генерия выглядеть на двадцатом уровне эволюции предлагаю еще раз провести эволюции посмотрите уже на тридцатом уровне буквально через мгновение ну вот значит провел я эволюцию вот у нас написано генерия была хищником которая нападала на других рыб акул и доисторических амфибий в фильме прогулки с монстрами показано как она просто проглотила доисторического кулу стета канта просто целиком и проглотила акула в акуле было около двух метров так что я не знаю просто монстры-убийцы но собственно грех телом показать как я провожу эволюции примерно вот так 7 баксов в как видите мне не жалко ожидать 6 часов это по моему слишком долго так значит теперь наши пятна на том же месте находится только они теперь зеленого цвета или бирюзового я уж не вижу что-то у меня уже дальтонизм какой-то начинается так вот наши генерия на тридцатом уровне эволюции пока что выглядит хорошо надеюсь на последнем уровне она не станет фиолетовый как любят делать разработчики лидия сразу напишите в комментариях новая это анимация или нет потому что вроде я сказал что что ушастозавра она новая потом оказалось что она что она один в один как у ушонизавра неудивительно конечно что не один а ну как сказать родственные виды но это же не значит что нужно им одинаково анимацию делать а вот у генерии в данном парке в данной игре пока что родственников нет и я вот думаю уникальная у нее анимация или нет об этом пишите в комментариях ну и так же заходите в группу мы будем голосовать за выбор лучшего животного в последнем дополнении то есть в морском парке шестозавра то или генерия чтобы это как сказать чтобы за кого-то проголосовать нужно посмотреть полную эволюции их в бою ну полную эволюцию генерия мы увидим буквально через несколько секунд ну что ж вот и проведена последняя эволюция нам сообщили что среди ученых ходит мнение что генерия должна достигать длину более семи метров но наиболее достоверная информация считается то что вот она была где-то 4-5 метров длину то есть размером примерно в длину то есть как две новогодних елки ну в америке принято что новогодняя елка должна быть около двух с лишним метров принято так у них у нас да какой срубил такой принес такой поставил так ну значит выглядит генерия лучше тусе и пятна те оставили и на полник на плавниках появились все свои полосы голова красилась желтый цвет вот и никакого фиолетового меня это радует выглядит очень круто то есть получается тело светло-коричневого или оранжевого цвета голова светло-желтого такого тело покрыто зелеными пятнами а плавники имеют красную и белую полосы выглядит очень круто конечно было бы еще лучше если бы они окрасили как в фильме но фильме она просто серая получается с красными плавниками мне кажется она так выглядела на первом уровне эволюции и поэтому они решили немного свои своего придумать радует что не фиолетовый ну что ж вот вы посмотрели полную эволюцию генерия значит ее сила 1286 здоровье 9215 урона 495 до 2973 то есть как я и говорил в каждый парк добавили два животных одно мега крутое мега сильное а второе так где-то среднее стоит где-нибудь в десятки может чуть позади там вместо 12 какой-то среди всех ваших животных с одной стороны это хорошо но по моему вот эту всю силу всю эту статистику лучше было бы отдать шестозавру все-таки он крупнее и логичнее что у него силы больше но логика видимо это не про разработчиков лидия а теперь я предлагаю вам посмотреть нашу генерию в бою для этого отправимся на торнамент м м вроде бы новая анимация еще хотелось бы сказать что генерия по силе стоит после мазозавра она получается второе по силе морской животное так хвостом то ведь меня ударил да давай попробуем я не знаю так последний блок а а хрен тебе нарыло отлично и укус прощайте мазозавр так мы здесь сделаем вот так для начала когда она странно плавает когда анимация идет так ощущение что она ходит на задних плавниках ну ка ну ка так получай если он сейчас точнее она сейчас не применит блок то я победил тогда не ну смысле я и так победил просто имел седу живой останется генерия или нет упс вот так примерно генерия в битвах вот так выглядит ну вот мы и посмотрели значит полную эволюции генерия также построили в ее в бою то есть по силе она состоит второй после мазозавра довольно таки сильное животное до сих пор не могу понять почему маленьким рыбкам достается огромная сила а крупным рептилиям она не достается допустим шестозавр он вообще должен быть мощнее мазозавра судя по своим размерам вот ну значит если вам понравилось не понравилось это видео и само животное пишите об этом в комментариях заходите в группу и голосуйте какое животное вам больше понравилось с вами был дарт всем всего хорошего до скорых встреч и пока 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 пока